Всю ночь на дорогах города работала снегоуборочная техника. Интервалы движения 50 спецмашин по распоряжению главы города отслеживали в режиме реального времени в единой дежурной диспетчерской службе. За ночь выпало 10 сантиметров осадков. Бригады коммунальщиков работали в усиленном режиме полным составом. В ночь будет работа продолжена. И если у нас, хотя нас опять обещают осадки во второй половине дня, но я все-таки рассчитываю, что они будут незначительные. И к утру мы полностью ликвидируем все те проблемы, которые возникли за прошедшие сутки и предполагаются сегодня. К утру, по данным Яндекс.Пробки, заторы на дорогах составили 7 баллов. По данным ГИБДД, это обычная ситуация. Трамвай, троллейбусы и автобусы работали по расписанию. Большинство горожан приехали на работу вовремя. В минувшие сутки случилось 80 мелких аварий, в которых никто серьезно не пострадал. Причина большинства из них – езда на летней резине и нарушение правил. Поэтому в Дорожной полиции призвали быть внимательными на дороге и перейти на зимний стиль вождения. В целом же автомобилисты и пешеходы, как капризы погоды, восприняли благосклонно. Потрудиться пришлось не только коммунальщикам. Тепловики и энергетики всю ночь устраняли аварии на линии и подстанциях. В Пашковском без электричества остались 2500 человек. Провода не выдержали веса снега. Восстановительные работы заняли несколько часов. В итоге сегодня свет вернули в дома, а энергетики перешли на усиленный режим работы. Авария на теплотрассе в районе улиц Таманской и Кавказской оставила без горячей воды жители Черемушек и части Центрального и Западного округов. К рассвету поломку устранили. Тепловики вывели в дежурство дополнительные ремонтные бригады. Ночью из-за плохой видимости Краснодарский аэропорт работал с перебоями. Несколько рейсов из Москвы, Минска и Актау ушли на запасные аэродромы. На вылет в Москву были задержаны два самолета. К утру воздушные ворота заработали в штатном режиме. Завтра, говорят синоптики, снова стоит ждать снега. А значит водителям следует быть внимательными за рулем, а пешеходам одеваться теплее.